Здравствуйте, это Енисей новости в студии Яна Макаренко. Прямо сейчас коротко о главных темах. Енисей продолжает расти. За ночь уровень воды в черте Красноярска поднялся еще на 20 сантиметров. Ушел за Черемшой и не вернулся. В Нижненгарском районе 12 часов искали пропавшего в лесу школьника. Жители Красноярского академгородка устроили целую спецоперацию, чтобы спасти редкий манчжурский орех. Вода стремительно прибывает. В Красноярске поднявшийся Енисей вслед за левым берегом затопило новую Ерыгинскую набережную. Специалисты говорят, что в ближайшие дни ситуация может ухудшиться. Екатерина Любим расскажет подробности. Но такого еще не было. Жители Правобережья уже и не помнят, когда в последний раз так подтапливала набережную. Еще вчера здесь было сухо, а сейчас под водой часть нижнего яруса. Она начала прибывать рано утром. Затоплен участок сразу на спуске с коммунального моста. Не скажу, что воды сейчас здесь много, но мне вот по щиколотку. Но вот специалисты предупреждают, что она еще будет прибывать. Но горожан это, похоже, совсем не пугает. Некоторые, минуя ограждения, приходят сюда покормить уток, другие на рыбалку. Вот так высоко давно не поднималось. Лет несколько, да. Летим, наверное. Он и раньше поднимался и падал. Раньше вода была, я говорю, вот в шестом году вода была вот, до этого поропета. На левом берегу все еще хуже. Набережную здесь топится вчерашнего дня. За ночь воды стало еще больше. Она уже дошла до газона. Затоплены уличные тренажеры, деревянные мосты и качели. Река прибывает стремительно. За сутки Енисей поднялся еще почти на 20 сантиметров, до 315. И это при критической отметке 390 сантиметров. Но специалисты успокаивают. До домов не дойдет. В июне месяце сбросы будут держаться в районе 4 тысяч, 6 тысяч кубов, кубических метров в секунду. При этих сбросах подтопление жилого сектора, социальных объектов не прогнозируется. Специалисты предупреждают, вода может подняться еще приблизительно на метр. Это значит, что в Красноярске затопят пониженные места. Но такого сильного потопа, как в 2006 году, в городе все равно не будет. Екатерина Любима, Алексей Гусев, Енисей Новости. Сложная ситуация с паводками сохраняется и на юге края. Отрезанными большой водой остается 14 населенных пунктов в Ермаковском, Каратузском и Курагинском районах. Спасатели, полиция и волонтеры доставляют жителям все необходимое. Прежде всего, лекарства и продукты, питание. Последними данными наш СОПКОР на юге края Ольга Максюшина. Сегодня утром в село Нижнеусинское в Ермаковском районе продукты доставляли, что называется, на руках. Спасателям помогали и местные жители. Люди, держась за натянутый трос через промоины, мешки и коробки с продуктами, передавали по цепочке просто из рук в руки, потому что лодка там просто не прошла бы. Местные говорят, дороги вообще в Нижнеусинском просто смыло потоками воды, а местные мосты трещат по швам. Только что разговаривала с главой Каратузского района, и там ситуация тревожно стабильная. Вода поднимается потихоньку в реках Омыл и Козыри. В селе Уджей затопило 16 огородов. В домах воды пока нет, к счастью. Закрытые дороги в Кочульку, Таяты, Верхний и Нижний Кужебар. В Шушенском районе продолжается борьба на затопленных дачах. С помощью тяжелой техники там прокопали канавы, установили дренажные траншеи. Стараются воду отводить с приусадебных участков. Пока дождя у нас нет, но прогноз неутешителен. К вечеру опять обещают осадки. Мы следим за ситуацией. Все главы, спасатели, да и сами жители держат руку на пульсе. В Саянах этой ночью опять у нас выпал снег, поэтому возможен очередной подъем. Тогда, говорят, вообще придется людей из подтопленных территорий просто-напросто вывозить, эвакуировать. На сегодня это вся информация. Будем следить за развитием событий. Да, спасибо, Ольга. Это была Ольга Максюшина, наш СОПКОР на юге края. Она рассказала, что сейчас происходит в затопленных поселках в южных районах региона. А мы продолжаем. В Нижненгарском районе отряд полиции по тревоге подняли на поиски пропавшего в лесу 13-летнего мальчика. Накануне он вместе с дедушкой ушел за Черемшой. Судя по всему, ребенок отстал, а потом и вовсе заблудился. Самостоятельно отыскать его пенсионер так и не смог, и ближе к ночи один вернулся домой. На поиски школьника отправились полицейские. Их спасательные операции подключились волонтеры, кинологи, всего около 150 человек. Территорию патрулировали с воздуха, и вдоль берега нашли подростка только спустя 12 часов. Сейчас он в полном порядке. С дедом зашли, Черемшу собирали там. Я ходил на корточках, потом встал, деда уже не видел. Кричал, кричал, где-то там, далеко уже от этого говорил. Но я его не нашел. Не встать, не проехать. В микрорайоне Северный в Красноярске уличные торговцы устроили стихийный рынок прямо на парковке. Место тут оживленное. Рядом магазины, банки и многофункциональный центр. Вот только подъехать к ним очень проблематично. Диана Хатяшвили расскажет подробнее. Ну вот, просто не развернуться, не выехать. Места вообще нет. А больше встать-то негде. Где стоять? По правилам, конечно, прижался. Возмущению водителей нет предела. На этой парковке в Северном ни проехать, ни припарковаться. Вся площадка превратилась в сплошной стихийный рынок. Кто торгует с машин, кто аккуратно раскладывает товар на столиках. Место тут проходимое. Рядом аптека, торговый комплекс и МФЦ. Народу полно и в будни, и выходные. Это козье молоко, это лук, это яйцо, домашний творог тоже, козий творог. Все это домашнее изобилие Василий привез из родной деревни. Водителей понимает, сам тоже за рулем. Но и торговать не может какая-никакая прибавка к пенсии. Раньше, говорит, вставал за специально отведенные прилавки. Они, кстати, рядом всего в нескольких метрах от парковки. Но в этот раз места не хватило. Постоянные там продавцы. Там уже закуплено место. Поэтому придет продавец, как придешь, место есть, 50 рублей заплатил, торгуешь. Пришел, место, которое уже закупил, за месяц заплатил, то тебя уже с этого места в другое место. Встать в такой ряд можно абсолютно бесплатно, если есть садовая книжка. Место по социальную торговлю здесь подготовила мэрия, но желающих оказалось куда больше. Рядом точно такие же прилавки, но уже частные. За них придется платить. В любом случае, тех и других недостаточно. Сетуют продавцы и торгуют прямо на дороге. И если у водителей сдают нервы, то пешеходы к таким стихийным базарам вполне терпимы. Хорошо, все хорошо. Это домашний. И здесь ближе. Мы пенсионеры, нам здесь лучше. Здесь все дешевле. А закроют очень плохо. Будет для нас. Здесь молоко можно купить, свежее творог. В районной администрации говорят, регулярно проводят рейды. На уличных продавцов меньше не становится. Хотя за торговлю на парковке предусмотрен штраф 2000 рублей. Диана Хатяшвили, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. Неизменным вот уже несколько дней остается количество заболевших COVID-19. В крае снова 95 новых случаев. Больше всего их в Красноярске. Здесь 49 пациентов. 10 в Норильске, 7 в Березовском районе и 6 в Ачинске. На лечении остается чуть больше 2000 жителей. Выздоровел 81 человек. Скончались семеро. Ну и напомню, телефон редакции 236-01-36. Обязательно звоните и сообщайте нам свои новости. А мы продолжаем. Экстремальный отдых и уникальная природа – это только часть того, что может привлечь туристов в северных районах края. Перспективы этой огромной и сложной территории сегодня обсудили на расширенном совещании по развитию спорта и туризма в Арктике. Состоялось оно в Норильске, а участие в нем приняли помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матецин и губернатор Александр Рус. На данный момент в северном городе Остр не хватает спортивных сооружений. Среди всех территорий края, которые входят в арктическую зону, Норильск по этой части наименее развит. Первый раз в Норильске и понимаю, что и вижу своими глазами насколько сложные условия труда, жизни людей. Поэтому, думаю, нам надо совместным усилием сделать все необходимое, чтобы социальная инфраструктура развивалась, спорт был неотъемлемой частью жизни людей и привлекал сюда и молодежь, и создавал условия для того, чтобы люди, которые здесь уже работают, не было у них желания покидать этот прекрасный край. Большая спортивная стройка в Норильске начнется уже в следующем году в рамках комплексного плана развития города. Здесь появятся новые спортобъекты, например, еще один плавательный бассейн. А вот старые катки и стадионы будут реконструировать. Все эти планы уже согласованы с администрацией Норильска. Норильск, как город, стоит на пороге действительно крупных изменений. Вы хорошо знаете объемы средств, которые должны быть вложены в развитие города Норильска, в социальную инфраструктуру в ближайшие 10-15 лет. И в этой связи учет сразу же спортивных критерий, а именно нормы обеспеченности спортивными сооружениями, должны быть обязательно заложены в наши планы. И в этой части вот тот стандарт, который сегодня прозвучал в рамках совещания, мы должны учесть. И я думаю, что пересмотреть наши подходы в сторону более активного развития возможностей для физкультуры и спорта в интересах самих величайших. Один день остался у жителей края, чтобы выбрать парк или сквер, который приведут в порядок в следующем году. Голосование за общественное пространство, я напомню, проходит на онлайн-площадке в списке почти сотни объектов. Подробности в нашем материале. Можно было бы и клумбочки какие-то сделать, и лавочки поставить минимум. Этот небольшой сквер на улице Павлова явно требует ремонта, говорят местные жители. Газон здесь совсем не стригут, асфальтовые тропинки пошли трещинами. Люди надеются, что горожане проголосуют за эту площадку, и уже в следующем году места будет не узнать. Так а у нас здесь особо-то и негде гулять. Ну парк, конечно, он, в общем-то, далеко от этих домов. Мамочки, конечно, гуляют, я не спорю. А нам-то и таким уже более зрелым женщинам гулять негде. Тут он, рапивы сколько, много, надо, надо. Какую-то быклумбочку сделать. Надо маленько облагородить. Сейчас же за все скверы взялись. Так что будем рады. Этот закоулок на Робиспьера тоже в претендентах на благоустройство. Сейчас это, по сути, заброшенная площадка. Пользуется популярно только у автомобилистов. Крысы, они бегают. Что-то для отдыха желательно. Для детей, для прогулок. Естественно, не стоянку для машины. У жителей края остался всего день, чтобы проголосовать за территорию, которую в следующем году точно приведут в порядок. Список претендентов большой. Только в Красноярске 15 площадок, но отберут из них всего 8. Голосование проходит на портале 24городсреда.ру. Правда, есть условия. Проголосовать могут только жители от 14 лет. За каждым объектом закреплен куратор. К нему можно обратиться с вопросами и предложениями. Проголосовать за парки и скверы не раз призывал и губернатор края Александр Ус. Проголосовать за парк, сквер или любую другую площадку достаточно просто. Для этого заходим на сайт 24.городсреда.ру. Кликаем «Голосовать». И здесь дальше выбираем город Красноярск или ту территорию, где вы сейчас находитесь. И вот перед нами появляется список претендентов на благоустройство. Я с ним уже ознакомилась и вот решила, что комфортным и красивым в следующем году должен стать сквер по улице. Академика Керенского. Голосуй. Важно. Один человек может проголосовать всего один раз. Нужно успевать. Последний день 30 мая. По федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда» в крае преобразились уже десятки общественных пространств. Яркий пример. Правобережная и Девногорская набережные, сквер вдоль Качи и многие другие. Екатерина Любим, Денис Тимошенко и Алексей Гусев. Ненесей. Новости. Маньчжурский орех в Академгородке, похоже, спасен. Мы рассказывали, что полувековое дерево оказалось в зоне строительства нового детского сада. Оставить его на участке было нельзя, а срубить редкий для Красноярской вид не давали жители. В итоге люди рискнули и провели целую спецоперацию. За собственные деньги они пересадили дерево поближе к берегу. Шансов, что он укоренится, говорят специалисты, немного, но красноярцы все же не теряют надежду. На этом наш выпуск завершен. Телефон для ваших новостей 236-01-36. В студии работала Яна Макаренко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»